Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. В последней неделе было совсем мало времени, но сегодня мне нужно срочно сообщить тебе о том, что происходит с экономикой и банками, а также о том, что делают арабы прямо сейчас и почему это важно. Во-первых, мы только что получили отчет от Bloomberg. Число повторных банкротств растет самыми быстрыми темпами с 2009 года. Таким образом, мы начинаем видеть, как на долговом рынке, на рынке предприятий, потребителей банков темпы банкротств ускоряются. И мы начинаем видеть, как эти банкротства растут прямо сейчас, потому что банки теряют очень и очень много денег. Почти половина банков Америки потенциально не платежеспособна из-за того, что люди выводят свои депозиты рекордными темпами. Крупнейшие банки предупреждают, что из-за плохих токсичных инвестиций в недвижимость у региональных банков скоро появится новая проблема для беспокойства. Так что это то, что очень и очень тревожно для экономики прямо сейчас. И я думаю, что эти процессы будут только лишь усугубляться дальше. Многие люди думают, что процентные ставки ФРС США будут снижены в конце этого года. Они ожидают снижения ставки как минимум на 1% в 2023 году. Я не думаю, что это произойдет. И это подводит нас к следующей теме. Инфляция, индекс потребительских цен снизился в США до 4,9% за предыдущий месяц. Базовая инфляция сейчас выше 5,5%. Люди воспринимают это с надеждой, но инфляция все еще в 2,5 раза больше целевого уровня в 2%, который стоит перед ФРС США. Так что пока рано праздновать. Однако рынок, как мы видим по этой статистике, ставит ставку на первое. Мы не войдем в официальную рецессию, хотя сейчас мы уже находимся в этой рецессии. И второе. Рынок делает ставку на то, что ФРС США начнет снижать процентные ставки до того, как инфляция опустится до 3% и ниже. 96% рынка ожидает, что процентные ставки будут снижаться уже с ноября этого года. 74% считают, что с сентября этого года. Но здесь прячется один большой риск, о котором никто не говорит. Представим, что инфляция CPI упала до 4% и ФРС США начинает снижение процентной ставки. Что будет дальше? Мы получим обновленные экономические данные и там мы увидим рост экономической активности, как следствие снижения процентных ставок. Когда люди начнут тратить деньги как сумасшедшие, это просто заставит инфляцию снова подскочить еще выше предыдущего пика. Напомню, что он составлял 9,1% в июне прошлого года. Поэтому ФРС, как мне кажется, должна об этом знать. Они помнят свои ошибки 1970-х годов, когда они подняли процентные ставки после вот этого пика инфляции. А затем, как только инфляция начала снижаться вот здесь, как ты видишь, они начали сокращать процентные ставки и сократили их практически вдвое. Что произошло потом? Затем инфляция взлетела еще выше предыдущего пика. Это еще одна вещь, о которой мы должны знать. Инфляция приходит волнами. И у нас было несколько волн инфляции в 70-х. И я думаю, что и на этот раз нас сможет ожидать нечто подобное. Так что это большой риск для рынка. И эйфория, которую уже испытывают люди по поводу свежего отчета про инфляцию, может оказаться для них фатальной. Они становятся слишком оптимистичными. Если инфляция так стремительно падает, то ФРС США должна начать снижать процентные ставки даже до того, как инфляция упадет до 3%. Так думает рынок. По моему мнению, то, что действительно приведет к снижению инфляции, это не просто рецессия. Это буквально тяжелая депрессия, когда у людей не будет работы или безработица будет очень высокой. Инфляция радикально снизится тогда, когда у людей не будет денег, чтобы потратить их на что-либо. Есть только одно отличие от 70-х годов, из-за которого ФРС США не придется поднимать процентные ставки до 19%, как тогда. Долг сейчас намного больше. В 70-е годы соотношение долга к ВВП составляло около 30%, как ты видишь на этом графике. Сейчас этот показатель составляет 120%, что примерно в 4 раза больше. Поэтому, например, 5% ставки сегодня сравнимы с 20% ставками в 70-х. Также мы видим, что сегодня потребительские расходы падают. Что, конечно же, ударит по доходам компаний. Уоррен Баффет выступил в прошлые выходные на собрании Бэкшая Хэтэвэй. И предупредил, что все эти расходы, которые мы наблюдали в экономике в последние два года, скоро прекратятся. Уоррен Баффет один из лучших людей для оценки состояния экономики, поскольку количество компаний, которыми он владеет, дает ему возможность оценивать ситуацию. И его оценка говорит нам о том, что дела в экономике обстоят не лучшим образом. И, возможно, арабы об этом знают. Ведь высшие королевские чиновники Объединенных Арабских Эмиратов шортят американские акции на миллиарды долларов, опасаясь глобальной рецессии. Объединенные Арабские Эмираты ожидают наступления рецессии в США уже в июле этого года, что на два месяца раньше прошлого их прогноза. Bloomberg также сообщает, что топовая инвестиционная фирма, которая контролируется Абу-Даби, открыла шорт-позиции по акциям США на миллиарды долларов. Когда королевские чиновники ОАЭ продают акции США, мы должны спросить себя, что знают они из того, что не знаем мы. Такое уже было несколько раз в истории. Например, Саудовская Аравия шортила американский фондовый рынок перед известным событием в сентябре 2001 года. При этом, что интересно, они шортили как раз таки акции авиакомпаний. Я сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь найти информацию о том, какие именно акции они шортят на этот раз. Когда я это узнаю, обязательно опубликую новое видео об этом, поэтому подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить. Но что еще делают арабы? Они привлекают криптобизнесы в свою страну. Например, Ripple переезжает в Дубай. Также Объединенные Арабские Эмираты в партнерстве с Marathon Digital и Zero2 готовятся запустить масштабный майнинг криптовалют в Абу-Даби. И кроме этого, Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа, планирует или хотя бы рассматривает возможность переезда из Соединенных Штатов в Объединенные Арабские Эмираты. Спустя 5-8 лет Объединенные Арабские Эмираты должны стать криптовалютным хабом всего мира. Что, кстати говоря, рассматривается некоторыми их чиновниками как альтернатива нефти. То есть они считают, что криптовалюта может привлекать больше денег в страну, чем нефть. Поэтому нам очень интересно наблюдать за арабами, ведь мы видим, что они шортят американский фондовый рынок и при этом смотрят в сторону криптовалюты и готовятся к некому построению криптовалютной инфраструктуры у себя в стране. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok